всем привет сейчас мы на казачьей горе и направляемся в сторону улицы правобережной погода у нас видите сегодня ветреная очень сильно выдувает прям все но уже первый ролик снимаю так сказать весенний хабаровский уже видно что травка одуваны где-то начали появляться деревья начали зеленеть в общем настроение это в целом хорошая но тему хочу поднять сегодня такую немножко тревожную потому что хочу поговорить с вами в общем о том как стоит ли покупать сейчас квартиру новостройки что сейчас происходит на рынке жилья еще раз для всех кто спрашивал я не являюсь риэлтором не продаю никаких квартир просто слежу за этим очень много общаюсь с разными людьми у меня есть знакомый в нескольких строительных компаниях просто так как живу в хабаровске долго но и слухи разные тоже ходят и достаточно часто они подтверждаются новостями местными поэтому хотел с вами поделиться этой информацией сейчас на сегодняшний день испытывают сложности как минимум три крупных застройщика хабаровска это амурский зори амурский зори строят дома на речном вокзале вот эти красивые высоточки часть из них сдана а часть из них не достроена и соответственно там идут задержки по срокам и люди очень сильно волнуются и ну в общем есть сложностью застройщика очевидно кроме того если мы вот сейчас доедем по правой бережной улице до этого места то тоже увидите два огромных жилых дома которые тоже на сегодняшний день зависли просто так циклопических размеров по хабаровским меркам вот так же есть проблемы у застройщика даль спецстроя это уже давно вы наверно все знаете и соответственно там тоже есть недострой есть сорванные сроки есть обманутые дольщики можно и обманутые вот именно которые пострадали и есть еще такой жилой home жилой комплекс а точнее их целый ряд жилых комплексов у холдинга грант соответственно тоже там проблемы и все это стоит недостроенная там них вообще на самом деле много площадок по всему городу внимательно посмотрите в интернете если зайти к ним на сайт можно все это увидеть я искренне желаю чтобы всех вот этих застройщиков ситуация улучшилась чтобы они достроили все что строят но я не помню за свое время когда когда именно был такой период чтобы такое количество крупных застройщиков испытывали проблемы исходя из этого ну могу сказать что рынок жилья сейчас именно новостроек он сильно сильно спал то есть намного стали меньше строить жилья по моим данным где-то около за последние там пару лет спала прям в три раза меньше где-то стали строить может быть я ошибаюсь поправьте меня но существенно прям сильно уменьшилось количество сдаваемых квадратных метров с чем это может быть связано в первую очередь конечно с тем что упала цена упала цена и сейчас цены где-то она в целом где-то на 20-30 процентов дешевле чем они были там 3-4 года назад поэтому строить стало не так выгодно вообще вы знаете сейчас мне такую дали информацию что где-то 45 тысяч себе стоимость квадратного метра идет а застройщики сейчас продают но старается где-то близко к центру продавать 55-60 тысяч за квадрат это маржа небольшая на самом деле при этом спрос невысокий на жилье при том что цена низкая спрос невысокий хотя есть ипотека которая под подешевела существенно и это фактор который влияет все таки тоже если бы его не было я не знаю чтобы было с рынком сейчас ну и в общем такая ситуация и что я хотел сказать исходя из этого у меня недавно спросили стоит ли покупать честно жилье в строящийся я я бы сейчас вообще не рискнул покупать какой-то строящийся дом какая бы компания его не строила есть конечно на застройщики более надежные с более устойчивой финансовой ситуации есть застройщики менее надежные соответственно и есть информация по ним что вот у этих получше дела у этих похуже дела но мне кажется что сейчас лучше купить жилье либо вторичку либо первичку уже построен уже готов потому что сильно по деньгам вы не выгодаете много если купите именно вдалевки но риски есть риск есть практически с любым застройщиком сейчас влететь поэтому плохое время объективно сейчас для покупки вот для участия в долевом строительстве но это такое мое мнение я вижу что все очень резко меняется что все очень так динамично и тревожно с другой стороны много всего происходит за короткий промежуток времени то есть очень много переживаний вот мы купили тоже покупали в строящемся доме начинаешь переживать и как только появляются какие-то негативные новости там седых волос можно получить вот эти два как раз дома от амульских зарей которые тоже зависли просто гигантского размера я не знаю ну рынок сейчас сможет ли переварить такое количество жилья даже если его сдадут пишите ваше мнение что вы считаете может быть я не прав может быть все немножко не так вот она красота амурский зорик надеюсь что очень скоро все это будет достроено иначе у нас пол хабаровска будет стоять в таком недостроенном недоделанном виде и это очень конечно печально за последние годы удавалось как-то нам избежать вот таких серьезных коллапсов строительных я надеюсь в этот раз тоже или власти помогут или как-то еще сама ситуация на рынке она изменится всем хорошего всего пока пишите ваши комментарии ваши вопросы пишите какой жилой комплексов вы бы хотели снять я получил от вас такую заявку на юсити я сейчас стараюсь на них выйти знаете застройщики не очень охотно дают возможности себя снимать не очень охотно пускают на объекты и так далее но приходится как-то через знакомых через друзей выходить на все это дело я надеюсь что я ищите вам сниму скоро всем пока